Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас в виртуальной студии Алексей Орлов и Марина Макарова. Здравия тебе, Марина! Здравия, Алексей! Здравия всем слушателям! А заодно я напомню, что сегодня по одному из современных календарей 14 марта 2018 года среда, по одному из старинных 13 день месяца пробуждения природы, 7526 лета вторник. Говорить мы сегодня с Мариной будем по теме «Уроки мудрости». И это уже пятый у нас урок, который называется «Бог и я». Сразу такая представляется картина. Сижу как-то я с Богом, чаек гоняю. И вдруг постучались санитары. Так вот, Марин, пожалуйста, предоставляю тебе микрофон для вполной твоего распоряжения. Уж раскрой тему «Бога и я», чтобы мне, как я, стало хорошо и всё понятно, что же это такое. Ну, естественно, нашим слушателям тоже. Как это говорил Карлсон, приветствую тебя, дорогой друг Карлсон, ну и ты заходи. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Мы сегодня продолжим тот режим, в который вошли прошлые занятия. То есть, я напомню, мы попробовали построить изложение немножко в ином виде, чем изначально предполагалось. Первый блин получился вроде бы достаточно удачным. Отзывы были позитивные. Поэтому изложение в режиме сказа мы сегодня продолжим. Я хочу провести такое немножко расширение нашей темы и напомнить о том, что уроки родовой мудрости идут на Народном славянском радио уже не первый год. И тема «Богов» уже рассматривалась нами. Это были эфиры от 3 декабря 2015 года и от 10 марта 2016 года. То есть, уже они определённые темы раскрыли. Поэтому сегодняшняя наша беседа, она будет посвящена немного такому расширению, скажем, этой темы. То есть, тема сама по себе очень глубокая, очень обширная. И, конечно, в одном эфире изложить её достаточно трудно. Поэтому я рекомендую одновременно с нашим сегодняшним эфиром ещё вспомнить и прослушать ещё раз то, что обсуждалось на предыдущих эфирах. Те эфиры были с Сурияром. Ну вот теперь тему продолжила я. Собственно, это уроки родовой мудрости, преемственные предыдущим эфиром. Поэтому я рекомендую слушать всё это в комплексе. Ну а сегодня, как я уже сказала, у нас будет новый сказ. Сказ о том, как род небесный и род земной ряд да лад устроили. Ведомо нам от начала. Вечная жизнь и течение, кола сил, времён и творений, есть деяния рода Всевышнего и Великой Ма, свитых в едином жизнетворении. Было то, в начале начал, когда жизнь зарождалась, а прежде начало без времени было. Неявлен был мир, не было света и не было тьмы, не было солнца, не было неба, не было земли, ничегошеньки не было, не было даже ни смерти, ни бессмертия. Всё было морем беспредельным вара изначального, безбрежного, единого, неделимого. Только вар тот необычайный был. Вмещал он всё и являлся ничем. Силы великие в том варе дремали до срока. Жизнь не проявлялась, движения никакого не было. Когда срок проявления пришёл, пребывавшие в варе безмерном род Дух Единый, вспомнив себя, пробудился. Оттого собрались, появились в варе безмерном свет огня ведающего и тьма живородящая. То начало себя проявили. Так делением целого жизнь и ток начался. Явились из тех начал выспринние боги, роде Всевышний, и Великая Ма. В Великой Ма сила живы пребывала, и душа вечная, неизбывная. А в роде Всевышнем слово веды неписанной нёс он в себе, и оттого сила слова и сила мысли у него были величайшие. Исполнен был роде Всевышним устремлением светлым, духом единым, свет жизни несущим. Великая Ма наполнена возможностью Великой, душою безбрежной, до силой жизни. Словом мыслью родовой, коном изначальным, начато было творение. Устремление рода прародителя направило силу жизни Великой Ма. Свились-повились роде Всевышний и Великая Ма в делании светлом, преображении вара безбрежного. К ладу и красоте движение жизни устремилось. Кола живы и сил закрутилось. Рекою могучей живо в миры потекла, светом мыслью рода прародителя направлено, коном изначальным справлено. А кон тот гласит о сути творения. И кон изначальный таков. Всё есть целые части единого, в связи и в ладе со всем пребывающие, свитые мыслью единой. Мысль-кон едина для всего творения. Всё творение единой мыслью справлено. В кола жизненных сил движется всё, изменяясь и к большему ладу стремится. Всё, что в мире рождается, твердью бывает до срока. Срок исчерпав, твердь исчезает в прах уходя. Нерождённое вечно и несть тому меры. Каждое действие рождает последствия, где зачин там и плод. Мера порядок всемирью несёт. Лад на равновесие сил сохранит в череде перемен. Всё подобно. Что вверху, то и внизу. Что внизу, то и вверху. Все миры, сотворённые кону, тому следуют. Все миры и земли кола жизни длят, следуя кону. А кто кон нарушает, жизнь прекращает. Кола жизни течёт рекою широкой, той рекой, что несёт силу жизни отма великой, той рекой, что светом мыслью рода прародителя направлена. Жива река о трёх рукавах справлена. В трёх рукавах зароды человеческие выбор свой делают, волю свою проявляют, судьбу выбирают, доделание, которым займутся в миру. Первые зароды, что дары от рода прародителя и великой има получили, да напутствием рода направлены были, взрастили на лугах родниковых древо жизни, суть всех миров, а сами ликами светлыми стали, богами первыми, сварогом и ладой. Так силы выспринных первобогов рода Всевышнего и прародителя и великой има животворной проявились в творении. Сварог есть огнь великий, свет жизни несущий, и матушка Лада, душа единая, матерь всех душ. Взрастили они древо великое, свет огнем свитая, родниками живы налитая, корнями то древо в наве ширится, укрепляется, комлем да стволом крепким в яве длится, а кроной пышной да кудрявой к праве тянется, к свету рода прародителя да отца Сварога. Листочки да веточки того дерева лики родов земных, человеческих. Каждый листочек от живы древа питается, да светом горним наполняется. Листочки да веточки те свет горний к стволу да к корням древа проводят, тем силу миров множат, пополняют, в единство сплетают. Как бы малый листочек не был, а малая толика света горнего от рода прародителя через отца небесного Сварога всему древу жизни благо да радость несет. Крепнет от того чудо древа, плодами крепкими да налитыми полнится. И род Сварога пополнился. Сыны его, боги Сварожичем, с отцом своим рядом встали. Велес, Дашт Бог, Перун, Свинтовит, да не одни встали, а со спутницами своими, богинями. Велес с Макошем, Дашт Бог с Жилой, Перун с Даной, Свинтовит с Зарей Зареницей, Каждый из богов Сварожичей своим уделом ведает. Мудрый Велесе вещьим словом да достатком. Матушка Макош нити судьбы сплетает, живой да мудростью жену наделяет. Светлый Дашт Бог Дед наш, жизни и благоподатель. Живо живица силой и огнем жизни полна, свет родов несет. Перун и Вышний воитель, смелостью, удалью, да отвагой делится. Дана водиченька чистоту и силу жизни несет. Цвинтовит четырехликий, вечность смотрящий, свет рода льющий. А заря зареница, защитница и заступница. Так рода земные и рода небесные в единстве пребывают, силушку единую собирают, миры Нави и Яви сообща созидают. Заведено то было от начала начал. С той поры древо росло, доширилось, вытянулось до самой прави, сиянием окуталось, то славные родовичи светом полные в славь ушли, да оберегом всему древу стали. Славь, что родовичи славные полнят, чудесным оберегом хранит древо жизни, щитом его стало от всяких невзгод. Так родовичи старшие младшим родам помогают. И поныне древо стоит, силой от живой реки родниками текущей питается, через листики лики светом горнем наливается, а берегом родовичей славных славью хранится. Древо то суть всех миров, а листочки его суть лики человеческие. Да как человеку лик тот проявить в земной то жизни? А вот вам другой сказ. Было то не так давно. Жили-были в одном местечке Яромир да Матрена. Жили справно да ладно. Яромир в трудах о хлебе насущном, а Матрена в заботе о доме да детишках малых. Род у них ветвистый был богатый, жили они по кону рода прародителя да по уряду земному. А уряд их рода таков был. Храни род свой земной да небесный, береги землю матушку, держи небеса. Держи небеса значит духом будь крепок, луч путеводный к роду небесному крепи да ширь. Горнюю правду в яве утверждай, лики светлые проявляй, те лики опора всемирия, небеса и землю единят, лад утверждают, веду открывают. Береги матушку землю, значит заботься о ней, как о матушке, чистоту поддерживай, плодородию способствуй. Помни, что не один ты у матушки земли, и сын или дочь, а много еще существ разных приютила, она кормит и согревает, всем у нее и места, и заботы ее хватает. Храни род свой, значит приумножай и сохраняй сам род, лад и порядок в роду, старших уважай, светлых почитай, силу рода свивай, мир свой строй, развивай по кону рода, по правде вышний, чтобы были в роду достаток и благополучие, малому да слабому покров и защита, сильному совет до одобрения, разумному возможность, душевному ласка, а для всех любовь и лад. В роду Яромира нашего еще такой порядок бытовал. Старейшина рода наказ дал, чтобы детки в роду рождались. Первые двое за отца и матушку роду небесному посвящены, другие двое роду земному, третьи двое отцу до матери продолжение, четвертые двое миру, из тех деток четверо, чтоб в своем роду оставались, пару себе брали, да потому же порядку род земной продолжали, а другие четверо могли в другие рода идти, свою пару искать или путь свой вершить самостоятельно, коли на то воля и желание есть. Так у них велось уж не первый век. Старейшинам земным их рода уж более ста лет было, пращурами их называли, в яве они пребывали, в здравии да в уме, ликом светлые, душою мягкие да широкие, любовались они родом своим, хранили кон да правду родову, потомков своих на стезе праве блюли, просветителями своего рода они стали, дух и душа рода земного в их ведоме был. Живой огненной древа жизни, чудесного мирового древа они себя знали, и роду своему то знание передавали, чтобы каждый родович себя веточкой или листиком того древа помнил, да с пути не сбивался. Второе колено дети их четверо как и заведено в роду было, вместе с ними жили, рядом дома поставили, семьи свои по наказу старейшего держали, называли их прародителями, это второе колено рода было, возрастом они около ста лет все были, то были земные хранители рода, мудрость их, телесное да душевное здоровье рода берегла, тело и разум рода они сохраняли. В третьем колене прадеды числом 16 семей в том же месте, вместе все держались, уряд рода хранили, старших уважали, годами они около 70-80 лет были, в бодрости и здравии за порядком присматривали, совет рода держали, защитниками рода своего они стали, заботы о порядке земном несли. Четвертое колено от старейшины деды воспитатели числом их было 64 семьи, возраст у них молодой еще был, всего-то по 50 годов, свои детки малые еще подрастали, но уже и внучки подоспели, вот и занимались они потомством своими, свет правды открывали, образ мира напитывали, порядок объясняли, к ремеслу приучали, пятое колено, родители, кормильцы, их трудами род кормится, скоро до ловка у них все получалось, поскольку числом их уже 256 семей было, и все вместе держались, артелями трудились, кому что по душе, да все на благо рода, в заботе, уважении, ладу до любви. Шестое колено детки малые, да побольше, что жизнь постигать начали, надежда рода земного, и была их в том роду уже тьма, больше тысячи. Седьмым коленом были прежде их в яве бывшие, срок свой выбравшие, в нафю шедшие, теперь черед свой поджидающий к новому воплощению в своем роду. А кто в светлую нафю шел, славные даликом светлые, те в род небесный встали, к ликом предков небесных присоединились, к богам приблизились. Они небесными хранителями да покровителями стали, на страже рода своего стоят, свет рода прародителя к роду земному вьют, правду оберегают, веду мудростью полнят, потомкам своим передают. Ладный у них род был, много добрых дел сотворяли, светом место свое полнили, живу горнее стру стру счастьем жизнь их наполняла. Дома всем светлые да просторные строили, в домах да в хозяйствах достаток да порядок, красота да благолепие кругом, однако без излишка, по разуму да по совести всем, по уряду, малому да слабому покров и защита, сильному совет да одобрение, разумному возможность, душевному ласка, а для всех любовь и лад. В многочисленном роду вырос Яромир, разросся род, расширился, земель-то у него немало было, почитай на каждую семью не меньше трех десятин, да только не делили они их, а приумножали, где с другими родами объединялись, где неудобья осваивали, а когда часть родовичей ветвь рота земного в трех коленах переходила на смежные земли, коли пустые оказывались. Так и прадед Яромира поступил. Собрал он совет роды, изложил желание свое, совет его поддержал, одобрил, да часть его из общего коша рода выделил для обустройства на новом месте. Прощур ему напутствие дал, по правде жизнь строить, род свивать, землю беречь, предков чтить, с небесами связь держать, дух свой да волю свою от них питать. Взял он свою ветвь рода около двадцати семей, детей своих да правнуков со внуками, и пошли они новое место роду своему искать. Присмотрели недалеко, не близко, а так, чтоб связь со своими не прерывалось, да и осели на новое место. Вдруг дед Яромира чудить начал, спорить с отцом своим стал, свою правду доказывать. Гордыня его обуяла, высокомерие да корысть тут же подоспели, и стал дед сынов своих научать не по совести, да не по правде жить. Сыны его в те поры кормильцев тогда были. Правду вышнюю только постигать начали, в доверии к отцу своему последовали его советам, и начался разлад у них. Собрал дед Яромира сынов своих семьями, да и ушел на выселки. Сынов то у него четверо было, как велось в их роду, так селом и стали жить. Да тяжко им пришлось, в четыре то семьи не прикормиться, не обжиться, перебав пивались сухаря на воду. Яромир в те поры уж матрёну свою заприметил. С одобрения деда сватов заслали, сладилось у них все, и теперь к свадьбе готовились. А тут в роду беда за бедой, то заболеет кто, а то и вовсе мерность сменит, до срока в нафи уйдет. Убыль в роду пошла, достатка нет без ладьи. Дед в мороке своём связь с предками земными да небесными потерял, с пути сбился, живо до сила мимо рода его потекла, правда померкла, путь ему закрылся. Загоревали сыны его, да в заботах о хлебе насущном не могут понять, что же за беда такая приключилась. А гордыня то дедова, ох, какая заразная была, подхватили её сыны дедовы, да разбрелись кто куда, завет пращура забыли, друг перед другом хвалятся, каждый выделится норовит, превосходство своё над другими показать. Тут им совсем туго стало. В одиночку то поди, проживи. Не жизнь пошла, а одно выживание. Ни силы, ни живы в роду не осталось, достатка нет, безладья да безнадёга одна. А задача лото Яромира помнил он, как широко досытно жилось в большом роду с пращуром, призадумался Яромир. Зипун свой худой накинул, пошёл пройтись из душной избёнки. Вышел он на берег реки, во широкий дол, на вольный ветер, глядь на небо, а там свет собирается, меж облаков выстраивается. Да только ни от солнца и ни от луны тот свет. Чудно стало Яромиру, встал смотрит. Долго ли, коротко ли, а стал в том свете лик проявляться. Присмотрелся Яромир к лику, а то пращур его, просветитель рода, хранитель духа и света рода явился ему в небесах. Оторопел Яромир, не знает, не ведал он о том, что такое бывает, не рассказал ему ни дед, ни прадед о том, как хранители да покровители за родом своим земным присматривают. Стоит, не знает, что и делать, а лик тот таким светом да добром на него изливается, что потеплело на душе у Яромира и решился он лику пращура своего о беде поведать. А пращур-то всё знает, потому и явился Яромиру, чтоб потомку своему помочь в беде поддержать да на путь наставить. Побеседовали они. Пащур ему на путствие своё напомнил, что прадеду Яромира давал по правде жизнь строить, род свивать, землю беречь, предков чтить, с небесами связь держать, дух свой да волю свою от них питать. Поблагодарил Яромир пращура за науку да совет и попрощавшись пошёл до дома. Попробовал Яромир с отцом поговорить, про лик чудесный рассказать, да про напутствие пращура. Да только не слушает его отец. Молод, говорит ты, чудица всякая. к дядьям пошёл, там и вовсе слушать не стали. Закрученился Яромир в конец. Что ж делать-то ему? В роду разруха, с хлеба на квас перебиваются, братья его малые по лавкам сидят, в рот глядят, какая уж тут свадьба. А матрёна его, ядрёна, хороша девица, долго не засидится, хоть и любит его Яромира, да глядя на ту разруху, глядишь, и не отдадут-то её за Яромира. Кому охота дочку свою кровиночку в худой рот отдавать? Решил он ещё раз советую пращу расспросить. Вышел он на то же место с поклоном, да с призывом к покровителю своему пращуру родному. Подождал немного, с радостью явился к нему лик. Посетовал Яромир, что нету силы в его слове, не слушает его никто, не верят рассказу его. Посоветовал тогда ему пращур к Велесу обратиться, чтобы тот мудростью его своей наделил, слово сильное да вещие в уста ему вложил, научил, как с дедом-то сладить. Ну, так Яромир и сделал. По слову пращура обратился он к Велесу Сворожичу мудростью своей от века славному, пути пролагающему вояве и наве вещему докудесному. Явился к нему Велесе в ополе в лесе сам валахатый в шубе лохматый. Подносил Яромир дары ему, требу ни велику ни мало от чистого сердца, да спросил Яромиру Велеса вещего совета до помощи. Поведал ему Велес мудрый о том, что дед его против рока выступил, правду вышнюю порушил, веду забыл, с пути сошел, за что род его урок получил, по кону справедливый, где зачем там и плод, нарушил лад рода земного, не будет лада в твоем роду. Теперь же, чтобы урок тот пройти да с честью выйти, нужно деду за рог дать в том, что не нарушит он более правды вышней, не будет рушить лад, а будет способствовать жизни самой, благополучию рода земного и небесного. А иначе срок деда к концу придет, и бесславным уйдет дед в навь, и род его иссякнет. Вдохновился Яромир словом Велесовым вещем, слово его окрепло, духом он исполнился, правда ему силы прибавило и убедительности. Собрал он отца да дедьев своих на совет семейный, да так ладно и складно донес им, что сам поведал, что прислушались они к слову его, опомнились, в мороке своем признались и стали решать, как им быть дальше. Сроком спорить-то никому не хотелось, и род свой изводить они не захотели, потому решили деда на суд к хранителям рода и к пращуру вести, да чтоб дал он им старшим ответ за деяния свои. Так так и порешили. сторон, и глянул он на свое село с домишками неказистыми, с печалью и тишиной разоренных семейств, и так стало ему за себя стыдно, да за потомство свое больно, чтоб прослезился он, да признал ошибку свою, и согласился ехать на суд рода за советом, да за помощью. Сказано, сделано, поехали они все вместе на большое место к пращуру, да к прародителям на совет. Приняли их родичи все с радостью, напоили, накормили, спать положили, а наутро совет собрали. Судили редили недолго, дед повинился, зарок дал в том, что не нарушит он более правды вышней, не будет рушить лад, а будет способствовать жизни самой благополучию рода земного и небесного. Его приняли, пожурили немного, потом приласкали, пращур напутствие ему дал, как род свой вести домножить, кон ему открыл доведу чистую. На том дело и решилось. Чтобы лад восстановить, да правду порушенную укрепить, решили большой обряд провести. Оба ряда, земной и небесный, покрепче свить, ток живо усилить, духом пополнить, светом родовым исполниться. Так и сделали. Могучий обряд у них получился. Сила да радость такая в рот их вошла, что на три-девять земель свету до благости хватило. А уж как Ярамир-то радовался. Ведь на том обряде повили их с его матрёной, подарков надарили, обласкали да благословили, светом живой такой наполнили, что сразу пошла у них жизнь в гору. И понятно, все родовичи и земные и небесные, коли рядом встанут, да свет свой совьют и к роду прародителю и великой матушке направят, откликнется род Всевышний и Ма Великая. На один шаг к ним навстречу десять сделают, потому что радостно им видеть, как лад и красота в мире множатся. Правда Вышняя укрепляется, веда чистая сохраняется. А после того обряда пир был на весь мир. Вот такой сказ. Замечательный сказ. Замечательный. Ну что ж, давай тогда, наверное, мы с тобой перейдём в формат обсуждения и будем опираться при нашем обсуждении на какие-то вопросы и реплики, чтобы понять, всё ли в сказе было понятно. Хорошо. Да, и станет нам тогда понятно, поняли нас вообще ли. Потому что я смотрю, здесь уже некоторые вопросики и реплики к нам пришли. Итак, небольшая отбивка, после этого возвращаемся в нашу виртуальную студию и продолжаем нашу беседу. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!